В этом видеоролике мы рассмотрим такое явление, как нравственность и ее составляющие. Добронравие, праведность, злонравие, неправедность, безнравственность и двойной стандарт. А также предложим вам составить схему алгоритмики работы психики, соотнести с ней свои жизненные ситуации и научиться перезадавать нравственное мерило. Этот навык является одним из наиболее важных для бесконфликтного взаимодействия с окружающим миром и другими людьми, а также для выполнения целей в русле промысла. Перед началом работы над этой темой рекомендуем пройти первое и третье занятия, чтобы овладеть навыком схематизации и научиться распознавать у себя алгоритмику яцентричного мышления и говорить своему яцентризму ЦИЦ. Перед прохождением занятия рекомендуем ознакомиться со статьей «Составляющие нравственности и предназначение человека» или посмотреть видеоролики на данную тему. Также для лучшего понимания темы нравственности будет полезно прочитать и засхематизировать первую и вторую главы достаточно общей теории управления. В приложении мы приводим полные тексты из книг ВПСССР, «Диалектика и атеизм», «От корпоративности к соборности», «Свет мой зеркальце скажи» и «Основы социологии» том 1. Рекомендуем засхематизировать полные тексты, которые прилагаются в статье. Сначала у вас получится множество маленьких схем. Наиболее важные фрагменты для составления одной большой схемы мы выделили в рамки и приводим в видеоролики. После схематизации ответьте на вопросы и выполните задания, которые приводятся в конце. Обратите внимание на типичные ошибки, которые совершают люди при построении образа нравственности. Начнем с определения алгоритма и описания видов алгоритмов. Алгоритм – это преемственная последовательность действий, выполнение которой позволяет достичь определенных целей. Также алгоритмом называется описание такой последовательности действий. Алгоритм, как описание, представляет собой совокупность, во-первых, информации, описывающей характер преобразования входного потока информации в каждом блоке алгоритма, во-вторых, мер, мерил, управляющих передачей потоков, преобразуемой в алгоритме информации от каждого блока к другим. Виды алгоритмов. Линейные – в них информация передается последовательно по цепочке от блока к блоку. Циклические – в них несколько блоков образует кольцо, по которому передается информация в процессе преобразования. Разветвляющиеся – в них передача информации от одного блока по следующему не определена однозначно, но обусловлена результатами обработки информации на этапах предшествующих точки разветвления, распараллеливающиеся. В них информация от одного блока передается сразу нескольким блокам преемникам процесса, а также бывают комбинированные алгоритмы, которые состоят из вышеперечисленных. Все, кроме линейного, требуют некоторого управления потоками информации при передаче их от блока к блоку. Управление информацией в алгоритмах при передаче ее от блока к блоку основано на сопоставлении получаемых результатов с некоторым стандартным сопоставления. Такой стандарт сопоставления, управляющий информационными потоками в алгоритме, представляет собой одно из жизненных выражений меры, то есть это мерило. После того, как вы засхематизируете тексты, вам будет предложено найти ситуации в жизни, в которых алгоритмика работы психики соответствует разным видам алгоритмов. Итак, тексты для схематизации. В алгоритмике психики каждого есть одна компонента, которая едина и для сознательных, и для бессознательных уровней психики, и объединяет сознательное и бессознательное в целостную систему обработки информации, тем безупречнее, чем меньше в ней взаимоисключающих друг друга мнений по конкретным частным вопросам и их взаимосвязям. Эта компонента – нравственность, которую, хотя и редко, но все же называют нравственная мерила. В информационном отношении нравственность индивида представляет собой совокупность описаний каких-то жизненных, реальных и возможных характерных событий, с оценками каждого из них. Хорошо, плохо, не имеет значения или значение не определено, либо обусловлено сопутствующими обстоятельствами, которые, кроме того, еще и иерархически упорядочены по их предпочтительности. Безнравственность – это составная часть нравственности субъекта в целом, представляющая собой по существу. Во-первых, неопределенность нравственных мерил, обусловленная отсутствием каких-то из них или множественностью нравственных мерил, применение которых возможно в одной и той же ситуации. И во-вторых, разного рода неопределенности в иерархической упорядоченности по значимости нравственных мерил. С этой совокупностью описаний мерил и их взаимосвязей, составляющих нравственность субъекта, соотносится вся алгоритмка психики в процессе преобразования информации, при оценке течения событий, выработке намерений и линий поведения, в изменяющихся обстоятельствах жизни. Именно они, нравственные мерила, выполняют функцию стандартов сопоставления, промежуточных и итоговых результатов при обработке информации в психике личности, управляющих ее дальнейшей обработкой и, соответственно, поведением личности в жизни. Хотя не все в своей нравственности осознается индивидуум в процессе деятельности, о чем говорилось ранее, но все же нравственные мерила в отношении тех или иных действий и линий поведения могут быть осознанно выявлены вне трансовых состояний, в результате переосмысления своего прошлого поведения и намерений на будущее, на основе получения информации, ранее названной ответной. Это можно сделать и самостоятельно, и приняв помощь окружающих, отказавшись от предубеждения, что принятие помощи – это собственное унижение. При отказе индивида от мнения о его унижении, даже истинное стремление его опустить и унизить, идущее со стороны обратиться в объективную помощь в преодолении им какой-то свойственной ему порочности. Соответственно, перезадание выявленных нравственных мерил с новыми значениями оценок «хорошо-плохо» в отношении связанных с каждым из них множеством характерных событий переопределяет и весь характер алгоритмики сознательных и бессознательных уровней психики, изменяя при этом то множество целей, к осуществлению которых в жизни стремится человек, и то множество путей и средств достижения, которые он признает допустимыми. То же касается как пополнения нравственности какими-то нравственными мерилами, которые ранее в ней отсутствовали, так и перезадание иерархии упорядоченности нравственных мерил. В жизни нормы праведности едины и общи, и для людей, и для Бога. Единственное различие в том, что у Бога они его субъективные нормы, им избранные и заложенные им в предопределении бытия мироздания, как объективная праведность, а для всех остальных им сотворенных, они же объективная необходимость, если они желают быть праведными. Отрицание же единства и всеобщности в жизни норм праведности, свершаемое в делах жизни, а равно вносимое в рассуждения хоть по оглашению, хоть по умолчанию, нравственная основа атеизма, разрывающая религию человека и Бога, который есть, в случае идеалистического атеизма, способная породить и Грегора, Бога которого нет, под властью коего увянуты совесть и разум. После этого придется служить иерархии за правилы Грегора, затмившего Бога, и влачить жалкое существование биороботов, не будучи неполноценными животными в фауне биосферы Земли, не человеком, на месте как можем на Земле. И соответственно, если праведность как особый тип нравственности предопределенный свыше идеал нравственности для всех и каждого, то свою реальную сложившуюся по жизни нравственность, обусловленную культурой в целом и персональным воспитанием, человеку лучше преобразить в праведность. А для этого необходимо выявить, перезадать заново или заблокировать в себе неправедные нравственные мерила. В результате исчезнет одна из составляющих безнравственности – множественность нравственных мерил по отношению к одним и тем же ситуациям, выражающаяся в нравственной неопределенности выбора линии поведения, порождающая безволие, эгрегориальную или субъективную одержимость и внутреннюю конфликтность алгоритмики психики, разрушительные для самого человека. Воспроизвести в себе недостающие праведные нравственные мерила. В результате исчезнет еще одна компонента безнравственности – неполнота набора нравственных мерил, ущербность нравственности, обрекающая на недееспособность в каких-то ситуациях или на бессмысленно автоматическое исполнение воли других субъектов, на эгрегориальную или субъективную одержимость. Нравственные мерила необходимо упорядочить, выявляя праведность на основе богоначального мозаичного мировоззрения и выражающего его миропонимание. Однако, подавляющее большинство людей не осознает во всей ее полноте и детальности ту нравственность, которая в целом реально управляет течением всей их жизни. Главная причина этого в том, что нравственность представляет собой огромный объем информации, которая начинает формироваться даже до рождения самого человека, начиная от момента настройки психики первого из будущих родителей на половой акт, приведший к зачатию. Скелетная основа нравственности закладывается в раннем детстве, еще в тот период, когда воля человека не пробудилась и развитие личности протекает в процессе автоматической отработки генетических программ развития организма, а также под воздействием родителей, общим воздействием культуры общества, его эгрегоров и течения событий. Поэтому нравственность своей большей частью принадлежит бессознательным уровням психики, хотя какие-то ее фрагменты человек способен осознать и описать на языках, доступных в его психике уровню сознания вне трансовых состояний. Однако, нравственность человека в его описаниях может представлять весьма отличное от той объективной нравственности, на основе которой вырабатывается его поведение и какова она есть на самом деле. В такого рода описание может выразиться декларативная нравственность, задача которой убедить других людей в том, какой он хороший. Различие объективной нравственности и декларативной, осознаваемое самим человеком в определенности несоответствия деклараций, с одной стороны и с другой стороны поведения и результатов деятельности называется лицемерием, двуличием и тому подобное. Соответственно, этому обстоятельству, если человек пребывает вне трансовых состояний, в которых его сознанию оказываются доступными диапазоны более высоких частот, обеспечивающие большее быстродействие, информация с бессознательных уровней психики отображается на уровне сознания как эмоции, общее настроение, эмоциональный фон психической деятельности уровня сознания и деятельности человека в целом, либо в потоке символически иносказательных образов и мелодий, идущих из его внутреннего мира, во многом независимо от воспринимаемого в каждый момент времени потока событий в общем всем внешнем мире. Обусловленность реальной нравственностью эмоций и символически иносказательных образных представлений необходимо осознанно выявлять, выявленное выразить в языковых средствах доступных уровням сознания вне трансовых состояний, соотнести с течением жизни, осмыслить или переосмыслить, придав нравственные оценки, хорошо, плохо, неопределенно, хорошо, плохо в зависимости от сопутствующих обстоятельств, которые в свою очередь подлежат нравственной оценке и тому подобное. Такая работа над собой требует воли и навыков, знания того, как может функционировать и как реально функционирует собственная психика, по какой причине такая работа не совершается сама собой бессознательно-безвольно, то есть автоматически. В обществе господство нормальной человеческой этики возможно, но требует и предполагает, чтобы человек был нравственно готов и умел принять к искреннему осмыслению и встречные уведомления со стороны окружающих о его собственной неправедности, дабы он мог с такого рода помощью других людей изменить самого себя. Человечная этика – это принципиальный отказ от не отвечающего нормам праведных взаимоотношений воздействия на других, однако возможного в пределах Божьего попущения. При этом на себя возлагается обязанность уведомлять возможные жертвы попущения о том, что они находятся в его области, указывая им пути выхода, предоставляя Богу миссию воздаяния упорствующим в неправедности. В этом и состоит суть алгоритмики соборности, как подспорье в личностном развитии. При отказе от готовности принять к осмыслению уведомления о собственной неправедности, при неумении это сделать или при нежелании изменить самого себя, дабы искоренить неправедность в себе, неизбежен переход отказника к самоизоляции или священной войне против всех с ним несогласных, ради собственного его самоутверждения в нравственно приятных ему заблуждениях и насаждения их в качестве нормы для окружающих. И в этой войне он неизбежно сгинет, если не будет как-то удержан и ему не будет свыше предоставлена возможность одуматься, которой он воспользуется. Объективно свойственная индивиду нравственность это та, которая выражается в его реальных действиях, а не та, которая им заявляется в самооценках и декларациях на публику. Однако, надо иметь в виду, что в силу особенностей взаимодействия сознательного и бессознательного уровня психики, сам индивид далеко не всегда может осознавать расхождение своей декларируемой и реальной нравственности. Это одно из выражений внутренней конфликтности нравственности как системы нравственных стандартов. Поэтому есть люди, которые искренне убеждены в том, что их декларируемая нравственность и есть их реальная нравственность, а все упреки в свой адрес они воспринимают как необоснованные. В таком случае желательно помочь человеку увидеть расхождение его реальной и декларируемой нравственности в реальных жизненных ситуациях, участником которых он был или является. Одним из видов внутренней конфликтности психики людей является случай, когда информация, приходящая из внешнего мира, и информация, воплощенная в действиях и поведении, посылаемая из психики во внешний мир, соотносится со взаимно исключающими друг друга нравственными мерилами, входящими в одну и ту же нравственность личности. В большинстве случаев при этом человек творит в пределах попускаемого ему Богом и другими людьми по отношению к другим людям и природе то, что он же сам считает недопустимым в отношении себя, что он терпит в отношении себя со стороны других только тогда, когда не может оказать противодействия или уклониться от такого рода воздействия на него. Обычно такого рода порог нравственности называют двойственностью нравственных стандартов или цинизмом в случае, если субъект осознает двойственность своих нравственных стандартов и настаивает на своей правомощности жить на их основе. Кроме этого ярко проявляющегося выражения внутреннего разлада нравственности, многим людям свойственна нравственность, которую можно назвать ситуационно обусловленной. В этом случае по отношению к одним ситуациям и одним людям применяются одни нравственные мерила, а по отношению к другим ситуациям того же типа того же характера и другим людям другие нравственные мерила. В исторически сложившейся культуре толпы литаризма такой тип поведения называется конформизм. Ситуационно обусловленная нравственность может быть самостоятельным пороком нравственности, но в каких-то ситуациях в ней может выражаться и взаимоисключающая двойственность нравственных стандартов по отношению к себе и к окружающим. Еще одной разновидностью ситуационно обусловленной нравственности и выражением проблем в психике личности является обусловленность действующей активной в рассматриваемом момент нравственности неподвластным воле человека настроением, эмоциями. Кроме того, ситуационно обусловленная нравственность может быть выражением личностной нравственной ущербности, вследствие которой отсутствующие в психике личности нравственные стандарты и неопределенности в их иерархической упорядоченности замещаются нравственными стандартами, считываемыми личностью бессознательно из эгрегоров, активных в данной ситуации, или из психики, оказавшихся в этой ситуации других людей. После того, как вы засхематизировали данные фрагменты, ознакомились и засхематизировали полные тексты, приводимые нами в статье, можете приступать к ответам на вопросы и выполнению заданий. Найдите примеры в жизни и опишите работу психики по каждому виду алгоритмов. Сколько существует нравственных оценок? Что такое безнравственность? Какие виды безнравственности существуют? Чем отличается нравственная мерила не имеет значения от мерила неопределено? В каких случаях человек употребляет мерила сопутствует обстоятельствам? Почему он это делает и какой вред от него в жизни? Если на одно явление для вас оценка плохо, а для бога хорошо, как этот конфликт можно описать лексически? Если на одно и то же явление ситуацию у вас с членом семьи или близким человеком разные нравственные оценки, а с богом у вас одинаковые, как будете выходить из ситуации? Найдите примеры из своих жизненных ситуаций по расхождению декларируемой вами нравственности с реальной. Выявите двойные стандарты нравственной неопределенности в своих жизненных ситуациях и переосмыслите реальную нравственную оценку, задавшись вопросами, какая оценка у бога? Почему у бога такая оценка? Один из возможных примеров для разбора это оценка лжи. Врать людям, богу, себе это хорошо, плохо, не определено, не имеет значения, сопутствует обстоятельствам? Почему? Дополнительные материалы к теме лжи смотрите в приложении к данной записи. Какое исходное нравственное мерило в богоцентричном мировоззрении и какое в яцентричном. Также к данной статье мы прилагаем для рассмотрения схему переосмысления к праведности. Однако полное ее применение будет возможным после схематизации и разбора нескольких последующих тем. Типичные ошибки при построении образа нравственности. Непонимание соответствия мерила сопутствует обстоятельствам двойным стандартам. Нежелание давать оценку этим обстоятельствам. Если вы не можете четко сформулировать, в каких именно обстоятельствах вы поступаете одним образом, а в каких другим, то вы прикрываете свою безнравственность и свои двойные стандарты. Декларируя оценку в ситуациях жизни поступают наоборот. Когда вы декларируете осмысленно новую оценку какому-то явлению или процессу, то жизнь вам предоставит такие ситуации, где вы убедитесь в правильности или ошибочности своей оценки и сможете, когда постепенно, а когда и резко выстроить свою жизнь таким образом, чтобы не допускать неправильных действий. Описывают процесс как безнравственность и отказываются сделать верную оценку. Неопределенность может находиться в психике какое-то время, пока вы не собрали достаточное количество информации. Но как только вам приходит от жизнь подтверждение, а оно обязательно приходит, если поставить вопрос, что какое-то явление, например, вредит вам или кому-то еще и отказываетесь сделать оценку, то с каждым днем вы ухудшаете свое положение, заглушая голос совести. Путают оценку не имеет значения с безнравственностью и двойным стандартом. Оценка не имеет значения может стоять на те процессы, в управлении которыми вы непосредственно на данном этапе жизни не участвуете, в силу другого иерархического уровня. Например, погода, природные явления и тому подобное. Часто в СМИ накачивают эмоции в отношении каких-то событий, которыми вы не управляете, склоняя вас сделать ту или иную оценку на события, о которых вы мало что знаете. Не ведитесь на их манипуляции и не подпитывайте чужие эгрегоры. Для этого как раз и нужна оценка не имеет значения, которая может измениться в случае, если жизнь ставит вам задачу решить именно эту проблему. Такое явление, как абстрактный гуманизм, также построено на выстраивании оценок к неким абстрактным событиям и процессам, не вдаваясь в суть проблемы. Этим любят спекулировать различные гуру и политики. Не задаются вопросом, какая у Бога нравственная оценка и отказываются понять, почему у него именно такая оценка. Частая отмазка, что правда у каждого своя и мир непознаваем. На самом же деле у каждой вещи и явления есть свое предназначение свыше, которое можно и нужно понять. И использование этого явления или вещи не по предназначению будет по сути войной с Богом. Угадывание оценок без осознания, почему она верная в ситуациях жизни. Упреки и тестирование других людей на их нравственные мерила, самоутверждение и прокачка своего яцентризма и демонизма. Чтобы понять негативные последствия тестирования, ознакомьтесь с текстом и засхематизируйте его. Всякий, кто разрабатывает тест или предлагает некий тест другому для того, чтобы строить свои взаимоотношения с ним на основе результатов, полученных в тестировании, объективно, то есть вне зависимости от понимания этого факта и от своей воли порождает встречный тест в отношении себя, в котором, прежде всего прочего, выявляется его личное неверие тестируемой стороне, которая в подавляющем большинстве случаев ничем не мотивирована, кроме собственных страхов, своекорыстия или каких-то предупреждений стороны тестирующей. Вследствие этого, сторона, предпринимающая попытку тестирования другой стороны, в большинстве случаев получает крайне низкие оценки, порожденном ей уже встречном тесте, поскольку нежизненная искусственность теста ощущается тестируемой стороной в качестве заведомой фальши и неискренности в отношении себя в поведении тестирующей стороны. Многие безнравственность путают с тем, что если оценка не соответствует исторически сложившимся общественным хорошо или плохо, то это безнравственно. На самом деле в культуре часто накапливаются ошибки, вследствие чего она становится порочной. Многие думают, что сама оценка и есть нравственность, а не код описания процесса, то есть не вникает в понятие мерил. Чтобы вывести образ на уровень сознания, достроить его и дать правильную оценку, необходимо лексически описать явление, сформировав понятие и взаимосвязи между понятиями. Только после четкого описания явления можно дать ему правильную оценку. Ставя оценку, не вникает в процесс описания и не вникает в причину, почему у Бога такая же оценка. Не видят связи между тем, что неопределенность безнравственность и есть бесцельность. Оглашая оценки, описывают не процессы, а объекты в процессе. Один из наиболее изощренных вариантов проявления демонизма и яцентризма в форме принуждения окружающих к добродетельности и добронравию в качестве образца поведения привел Федор Михайлович Достоевский в своем произведении «Село Степанчиково и его обитатели». Это Фома Фомич Апискин. Рекомендуем посмотреть экранизацию этой повести художественный фильм 1989 года «Село Степанчиково», чтобы выявить алгоритмику поведения главных героев, используя предлагаемый нами универсальный алгоритм анализа фильмов. Смотрите также приложение к данной статье «Что есть Божие попущения? О видах этики людей?». Разбор этой темы будет в следующем видеоролике. О смысле жизни и поиске истины в продолжении темы о нравственности. Используйте полученный вами навык по появлению и перезаданию нравственных мерил в своей жизни, и вы увидите, как мир будет преображаться вокруг. Постоянно будет идти обратная связь через ситуации жизни и других людей, с которыми вам предстоится относить свои нравственные мерилы. При оглашении разной нравственности к началу будет возникать напряжение. Однако помните, что первоочередная задача – преображение своей собственной нравственности. Задача преобразить других людей, переубедив их в чем-то, не стоит. Главный инструмент в помощи другим – это беседа, в которой надо уметь правильно ставить вопросы. Будьте открыты в беседе и доверяйте жизни и Богу, и все у вас получится. Желаем успехов в саморазвитии! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok